В эфире очередной выпуск целевого прогноза по паре австралийский доллар-американский доллар. Обменный курс колеблется на минимальных уровнях за четыре года. После оглашения положительных внутренних показателей ОЗИ немного укрепился. Сегодня мы узнаем еще больше данных по безработице, пока процентная ставка остается без изменений. Со мной на линии Роберт Ренни из Вестпэк в Сиднее для обсуждения будущего пары. Итак, начнем с краткосрочного и среднесрочного прогнозов. Что на них влияет? В плане среднесрочного прогноза завтра мы ожидаем, что недавние показатели будут значительно пересмотрены в связи с сезонно обусловленными факторами. Мы ожидали сокращение количества рабочих мест на 70 тысяч после недавнего увеличения на 121 тысячу. Ну а теперь мы прогнозируем увеличение количества рабочих мест за сентябрь на 30 тысяч. Я бы советовал следить за недавними показателями волатильности и статистическими данными. Все пока свидетельствует об улучшении ситуации на рынке труда. Годовой прирост рабочих мест составит около 1,5 процента. Плюс, скорее всего, уровень безработицы будет на отметке около 6 процентов. До конца года мы и дальше ожидаем умеренный темп восстановления. В плане прогноза на ближайшее будущее по паре ози доллара нужно принять во внимание несколько факторов. Во-первых, мы ожидаем улучшения в сырьевом секторе до конца года в Китае. Мы приближаемся к периоду увеличения спроса и изменения положения на фондовом рынке. Так, текущие цены станутся неизменными и к концу года, скорее всего, вырастут. Я считаю это положительным фактором. Во-вторых, мы видим признаки растущего спроса на инвестиции в австралийский доллар. Один из них – данные Министерства финансов Японии, которые говорят о растущем спросе на австралийский доллар со стороны японских инвесторов. Это явный признак будущей длительной стабильности региона, что приведет к курсу оси на отметку 90 к концу этого года. Мы видим признаки растущиеся на инвесторе до конца года. А каким вы видите движение этой валютной пары в долгосрочной перспективе? Здесь мы опираемся на несколько факторов. Один из них – период времени между поднятием процентной ставки РБА и ФРС. На финансовых рынках сейчас ведется много споров касательно того, когда же именно ФРС поднимет процентную ставку. РБА, согласно нашим ожиданиям, поднимет процентную ставку в следующем году в августе. К концу следующего года РБА повысит ставку с 2,5% до 3%. ФРС начнет коррекцию ставок в третьем квартале следующего года, начиная с 25 базисных пунктов до 50 к концу года. Расширение спрета доходности гособлигаций играет в пользу австралийского доллара. Опять-таки это говорит об укреплении ози к доллару к концу следующего года. Плюс ситуация с сырьем. Не будем забывать, что к концу этого года стартует один из самых крупных газовых проектов LNG компании BG. В следующем году будут запущены другие масштабные газовые проекты. Это сделает весомый вклад в положение Австралии в мировой торговле. Во втором квартале следующего года будет зафиксирован огромный профицит торгового баланса Австралии. Эти факторы говорят о будущей силе австралийского доллара. Entonces, как мы глаальны с тьмой недоступен, актуальны и плнг, глнг, и горгон, также следующим наше время в чемпионате, на следующем году будут beeвести Роберт, спасибо, что были сегодня с нами. Дорогие зрители, оставайтесь в Tocascopy TV. Субтитры сделал DimaTorzok